Эдуард Успенский, сказка «День рождения Шарика». Дело шло осенью, к сентябрю, листва пожелтелого, да, по кругу дня. Скоро ты уже начали проводить совещание, и тут Шарик. А у меня когда день рождения, все задумали себе, на день нефтяника в календаре есть, день строителя есть, даже день птиц в стране есть, а дня собак нет. Чего тут думать, говорит кот Матроскин, ты же сам говорил, что лучший день в году в леса, 30 сентября, потому что в этом году открывается ухота. Вот пусть у тебя и днем рождения и будет 30 сентября, но ухоту иногда отменяют, говорит Шарик. И пусть, говорит Матроскин, мы к день рождения отменять не будем. А сейчас у нас какое число, спрашивает Шарик. А сейчас август на дворе кончается, отвечает дядя Федор. Шарик в календаре, и ой, сколько времени ждать, на дело ничего, и он согласился. Тем временем с сентября поступал. Стали дядя Федор и Матроскин о подарках думать. Я ему шейник от Блох подарю, говорит Матроскин, и очень красивый подарок, и очень полезный. Это очень убитый подарок, возражает дядя Федор. Все сразу догадаются, что у Шарика Блох есть. Тоже мне военная тайна, спорят кот. Кто же этого не знает, может кто-нибудь и знает. А только как на нем мошенник появится, говорит дядя Федор. Все сразу будут думать, ага, этот Шарик у них запаршивый совсем. Пусть он его по ночам носит. Не нужен ему такой подарок, который нужно по ночам носить, решил дядя Федор. Стали потихоньку у Шарика выпутывать, что же ему подарить. Кот Матроскин однажды так не начало спрашивает. Вот, допустим, Шарик, ты тысячу рублей нашел. Что ты с ней будешь делать? А тысячу рублей это много, очень много. Я бы дядю Федору рубашку красивую купил. А тебе, Матроскин, сепаратор для молока.